Для того, чтобы понимать, как кидают в Израиле, я вам расскажу, как устроена цепочка строительного бизнеса в Израиле. Есть заказчик, то есть это группа лиц или это какое-то предприятие, которое хотят сделать определенную работу. Они нанимают генерального подрядчика, то есть это может быть наша компания, это может быть более крупные компании. Дальше они нанимают субподрядчиков, то есть мелкие фирмы, мелкие бригады, которые делают всю работу. И в этих бригадах находятся рабочие, которые и делают эту работу. И чтобы не платить деньги рабочему, начинаются отговорки, нужно проверить метраж, нужно проверить часы. То есть таким образом оттягивают момент оплаты, чтобы человек больше и больше нарабатывал сумму. И в конце, разумеется, никто с ним не будет рассчитываться. То есть за счет того, что выплата зарплаты происходит 9-го, 10-го числа, иногда и 15-го, получается человек, который отработал месяц, то есть еще есть 15 дней, до того момента, пока он не поймет, что мы заплатили полную зарплату или не полную зарплату, проходит определенный период времени. Но кабланы стараются отодвинуть это на 20-е, 25-е. По сути, пока человек получает первые деньги, ему уже каблан должен практически за 2 месяца. И допустим, у них происходит какой-то конфликт, какое-то недопонимание. И кабланы, многие кабланы этим пользуются, идут на конфликт, чтобы не выплатить остальную часть денег. В мастер-класс мы эту схему обошли полностью. То есть зарплата сотрудников, работников наших ни в коем случае не зависит от того, получили мы деньги от генерального подрядчика или получили мы деньги от заказчика. Это не касается работника. Работник получает зарплату всегда своевременно, в определенную дату обговоренную и в полном размере. И поэтому перед тем, как мы перечисляем деньги нашему субподрядчику, мы контролируем момент раздачи денег сотрудникам другой фирмы, которая находится под нами. В Израиле страдают не только рабочие, но и страдают также и кабланы. Потому что сама система оплаты, отсроченных платежей, дает эту возможность заказчику сделать по отношению к подрядчику. Я объясню это сейчас простым языком. Каблан, у которого есть примерно 5-6 рабочих, отрабатывают месяц, закрывает определенный объем работы и подает этот объем заказчику. Но деньги каблан получает только через 2 месяца. То есть месяц он отрабатывает и через 2 месяца только получает деньги. То есть по факту 3 месяца каблан не получает ни копейки за сделанную работу. За это время он должен заплатить зарплаты 2 раза своим рабочим, расходы по фирме и, разумеется, налоги. Хотя по сути налоги платятся с прибыли, а прибыли еще нет. То есть отработав 3 месяца, каблан получает первый свой чек. Дальше считается следующий месяц и, по сути, есть окно постоянно в 2-3 месяца. И если заказчик непорядочный, если заказчик хочет наказать как-то каблана, у него есть полная возможность это сделать. Теперь, что может сделать после всего этого каблан? Каблан подает в суд. Судебные иски, это занимает очень много времени. Это может занять год, полтора, два, три. И не факт, что ты еще выиграешь это дело. И поэтому заказчику это сходит с рук. То есть в случае, если каблан не получил деньги, он вынужден закрывать свою фирму. И, разумеется, не платить рабочим. И чаще всего, если кидают каблана, то даже если он не хотел кинуть рабочих, у него нет возможности выплатить эти зарплаты. Потому что не рассчитал свои силы. Потому что самоуверен, что будет все хорошо. И очень многим кажется, что если он постиг какую-то профессию, в данном случае мы говорим о гипсокартоне, о малярных работах, то этого вполне достаточно, чтобы вести бизнес. Построить само изделие, сделать саму работу. Это 30% от всего труда, который должен сделать предприниматель в своей работе. В обязанности входит поиск работы, составление договоров, подписание этих договоров, поправки с юристом, расчеты, оценочная стоимость. И это мы еще не начали работу. После того, как изделие сделано специалистами, нужно рассчитать это все, подтвердить, подать, получить этот расчет, вложить эти деньги в банк. Разумеется, это все облагается налогом. Заплатить зарплаты, перевести бухгалтера, юристы. Есть очень много элементов, которые нужны в этой цепочке. Важен капитал. То есть, если у меня есть наработанный капитал, мне не нужно ждать выплаты от заказчика. Я могу спокойно рассчитаться с рабочими и работать дальше, брать заказы. Мы не привязаны к выплате заказчика. То есть, то, что люди наработали, то, что наши рабочие сотрудники наработали, а в основном мы работаем от сделки, то есть, люди то и получают. Мне очень часто задают вопрос, для чего тебе YouTube-канал? Ответ лежит на поверхности. Нам нечего скрывать. Мы официально работаем. Мы хотим больше привлечь гевестников, людей в эту профессию, чтобы люди могли зарабатывать, чтобы фирма наша могла зарабатывать. Мы постоянно развиваемся. Мы открыты для сотрудничества, как и с фирмами, как и с кабланами, так и с людьми. И для нас важно развитие. И не только наше, но и людей, которые идут рядом с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова